В данном эпизоде демонстрируются сцены, которые могут быть неприятны некоторым зрителям, включая ментальные расстройства и суицидальные мысли. Не рекомендуется для просмотра детям и подросткам до 16 лет. Блять, это помедленнее. Сука, издеваешься надо мной. Че, надо быть физиком-ядерщиком, что ли? Да твою ж мать! Да, ты была права, ма! Надо было идти в бой скауты. Сейчас бы умел завязать эту гребаную виселицу. Блин, жрать охота. Здрасте, сколько там? 13.25. У меня купон есть. О купоне нужно было сказать еще по телефону. Да, но я забыл. Мне очень жаль, сэр, но, к сожалению, я не смогу сделать скидку. Не переживай, дружище, вычту из твоих чаевых. Ну, тогда можно сделать исключение. С вас 11.25. Молодчина. Вот 14. Это 24,4% чаевых. Неудивительно, что вы знаете. Эй, погоди. Она с мясом. Да, мы делаем с мясом. Я заказывал грибы с луком. Вы уверены, что по ошибке не сказали бекон с пеппероном? Как, по-твоему, можно перепутать бекон и пепперони с гребаным луком и грибами? Знаете, сэр, в моей работе они звучат по-разному. Да и по вкусу они разные. Одно это два овоща, а второе это два мяса. Так что мне, забрать ее обратно? И тогда ты... На самом деле, я думал, вы скажете, что без разницы. Да это большая разница. Еще какая? Ты в курсе, что с тобой делает красное мясо? Оно забивает твои артерии, разрушает мозговые клетки, и потом еще не выводится полностью из кишечника и хранится там всю жизнь. Поэтому думаешь, мне хочется сожрать какую-то раковую пиццу вместо здоровой? Хорошо, ладно. Я бакс один заберу. Че, все равно у тебя еще 15,5% чаевых? Это нормально, с учетом, что ты хотел угробить меня. Сейчас, эпизод первый. Звонок от мамы. Мады. 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 Наконец-то. А, идиот, блядь. Блядь. А, идиот, блядь. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok лет. Нам очень жалко. Спасибо. У тебя носки синие. В смысле? Костюм черный, а носки синие. Кого волнует? Люди волнуют. Это не уважительно. Мистер Пул, скорбим по Джеффу. Спасибо. Мои соболезнования. Спасибо. Жалеем о вашей потере. Это кто вообще? Что значит вообще? Они работают у нас на заводе. Ты их видишь каждый день, уже год. А, да, точно. Мальчим, ты без лимня? Мам. Не шикай на мать на похоронах своего брата. Сейчас. Эпизод второй. Не шикай на мать. Сегодня мы пребываем в скорби и оплакиваем уход Джеффри Пула. Короче, Мичиган проигрывает у себя на поле, а это значит, что моя ставка сыграет и 240 баксов мои. Это офигенно, детка. Ты серьезно? Ты еще можешь радоваться на похоронах брата своего друга? Давай, убирай телефон свой. Да кто что понимает? Ты просто глянь. Голова опущена, руки сложены, как будто я скормлю, молюсь и все прочее. Еще три секунды и телефон полетит в могилу. Нам напоминает о бренности души и дает нам понять, что на самом деле имеет ценность. Интересно, это расскажет нам, как Джефф кончил виние? Не расскажет и даже не спрашивает. А почему нельзя? Потому что нельзя спрашивать друзей о том, как их близкие покончили с собой. Ясно? Ты знаешь, не по суицидальному этикету. Правда? Я думал, не по суицидальному этикету не спрашивать об этом. Как будто тебе похер на это, понимаешь? Типа, жаль, что брат у тебя умер, но в курсе, что новый сэндвич Макдаки появился. Человек, которому не пофиг, должен знать детали, знаешь? Например, когда видишь кого-то в инвалидном кресле, ты же поинтересуешься. О, черт, ты член, кто идет. Чего? Нереально. У них че, стальные яйца? После того, что они сделали с Эдди? Как мог Джеффри так поступить со мной? Особенно, как твой отец. Эд. Привет. Я очень жалею твоей потери. Я тоже. Если мы можем чем-нибудь помочь. Эй, что вы делаете? Остановитесь! Ради всего святого! Эй, дружище. Я не знаю, можно ли так говорить, но это мои самые крутые похороны в жизни. Спасибо, Хэл. Ага. Так точно нельзя говорить. Да ладно тебе. Ты этого ожидал. Как он ему занес? И тем более, эклеры просто огонь. Кстати, где их нарыли? Честно говоря, не отвечал за эклеры сегодня. Ну типа, это ж какие-то особые похоронные эклеры, да? Которые делают, когда кто-то умер там или типа того. Или их можно везде купить. Мне интересно просто. Бля, че с тобой не так? Че? Какие нахер похоронные эклеры? Да я не знаю, как обычно на похоронах все это готовится. Ты придурок. Да нет. Слушай, Эд, Джули передает соболезнование. Она пришла бы, но ребенок заболел что-то. Да ладно, передай ей, что я ценю это. Че у тебя с шеей? Она вся красная. Да ты знаешь, сыпь какая-то. О, черт. Да, дешевый одеколон. Знаете че? Если побрызгать нахер одеколон, прямо на саму дырочку туда, будет жечь. Нереально жечь. Отличный совет. Эд. Да, отлично. Не делай так. Эд. Твоя мама хочет поговорить с тобой. Он выжил за шесть с половиной гребаных лет в тюрьме. И в день, когда он вышел, он взял и покончил с собой. Какое нахрен в этом смысл вообще? Мы же не знаем, через что он прошел. Я хотела быть там, когда он выйдет. Я хотела его обнять. Но они мне отказали. А ведь Джейфри этого не желает. Просто отправьте за ним машину. Без посетителей. Просто пусть он приведет себя в порядок и приедет к вам сам. Ёбаный лжец! Ладно, мама. Не надо так жестко по нему, хорошо? Когда ты последний раз разговаривал с Джейфри? Я ж говорил, он не хотел со мной общаться. Он писал только. Он писал тебе письма? Да, я ж говорил тебе. Ничего ты не говорил. Почему не сказал? Да блин, я не знаю. Я думал, говорил… Нет, не говорил. Что он тебе писал? Да, просто коротко там. Типа, что ел сегодня? Сколько спортом занимался? Короче, обычные тюремные слухи и прочее. Я хочу их видеть. Что, письма? Да. У меня их нет, я их выкинул давно. Что? Чушь собачья. Ты никогда ничего не выкидываешь. Ты все хранишь. Мои письма Владим. Как ты там ногти на ногах красил. Да, мам, это было всего-то год и вообще это шутка была. Что было шуткой? Да… Ты не поймешь, ма. Эд, пообещай мне, что ты ничего подобного не сделаешь. Не начинай, мам. Послушай, я ж знаю, что ты все еще расстроена за Кендрой и хотела бы найти другую работу. Нет, я не хочу менять свою работу. Я не могу поменять свою работу. Эд, ты должен пообещать мне, что ты ничего с собой не сделаешь. Хорошо, да. Я обещаю, мам. Я обещаю. В общем, как-то так. Короче, я застрял. Застрял? Где застрял? Застрял в жить. Не вижу выхода. Даже если представить, что я покончу с собой в будущем, я этого не смогу, потому что мой брат меня опередил уже. То есть, если ты это сделаешь, то будет уже не оригинально? Нет. Нет, это окончательно убьет мою маму. Вы только можете представить, что люди будут про нее говорить за спиной? Вот эта леди довела своего мужа и двух своих сыновей до самоубийства. Какая ужасная она должна быть. Да, было бы не смешно. Но давай серьезно. Ты не собираешься этого делать? Хорошо. Я только вам сейчас это расскажу. Это немного сумасшедшая история. Но я узнал, что мой брат покончил с собой, когда сам стоял уже в петле. Что тут говорить вообще? Мы 42 минуты с тобой уже проводим этот сеанс, и ты только сейчас решил упомянуть этот незначительный факт? Я не знаю, я просто не хотел, чтобы вы потом себя обвиняли. В чем я должен себя обвинять? Ну ладно, не обвинять, а чувствовать себя виноватым немного. Да за что мне чувствовать вину? Просто, мне кажется, это часть работы психиатра, чтобы его пациенты не кончали с собой в итоге. Я не могу мешать тебе убить себя. Серьезно? Ну, возможно, я бы попытался, если бы ты не пропускал попусту сеансы. Я должен напомнить, ты должен еще за прошлый сеанс. Ведь ты не предупредил в 24-часовой срок, что не придешь. Я не смог позвонить и отменить, потому что я был на полпути попытки суицида. Причина, знаешь, так себе. Просто взял бы телефон и просто позвонил. Вы издеваетесь, что ли? Не, ну вы серьезно, блять, издеваетесь сейчас? Тебе этот факт горло жмет, что ли? Я понимаю, что у тебя есть причина расстраиваться. Это огромная потеря. Это твой брат. Он был не глупый человек и сложноватый. Откуда вам знать, каким он был? Он был моим пациентом. Погоди, о чем вы? Как он мог быть пациентом, если он был в тюрьме? Он им был еще до тюрьмы. Вы шутите. Это лицо, которое шутит сейчас? Какого хрена вы мне не говорили об этом? Мне нельзя, это же врачебная тайна. А я, значит, вам все рассказываю, а вы мне ничего не говорите. Отличные взаимоотношения к черту, блять. Хорошо, расскажу. У меня были пара сеансов по телефону с ним в первый год его заключения. И потом он потерял интерес или просто не смог платить дальше. Я вот что-то не помню, не могу вспомнить, что именно. Хорошо. Тогда вы в курсе, да? В курсе чего? Он не покончил с собой. Это я его убил. Перевод и озвучка Джаки Дабб. Ты убил своего брата? Я думал, он покончил с собой. Он был наркоман. Да. Это еще со времен школы, ну там, марихуана, кокс, экстази и все такое. Родители были в ужасе. Они ругались, дрались всю дорогу. Было ужасно. Разошлись. И потом мой отец сделал то, что сделал. После этого Джеффри, он винил себя. Его увольняли везде. На реабилитации постоянно. Раз 12 или 15 где-то. И я такой просто говорю себе, что надо кончать с этим, надо его вытаскивать. И я настучал. Я вызвал копов, сказал, что вот парень зависим от кокаина, арестуйте его. Потому что я слышал, что так бывает, родные сдают, чтобы оградить от худшего. Но они, копы, приехали к нему и устроили облаву, нашли кучу дерьма всякого. Я был не в курсе просто. Я думал... Короче, они нашли полтора килограмма кокаина. Блять, родной брат банчил всем этим. А я просто ни хрена не знал. Судья дал ему 10 лет. Он отсидел 6,5 и это все по моей вине. Это все. Это все из-за меня. Сейчас. Эпизод 3. До вас напряжение вообще доходит? Как он отреагировал, когда ты рассказал ему? Он был очень благодарен. Сказал спасибо, что спас его жизнь. Что это очень в итоге сблизило нас. Правда? Нет, не правда. Он был в ярости. Он вообще со мной не разговаривал больше. Да вообще ни с кем из нас. Но он писал мне все же. Каждый день. Одно и то же. Ты можешь вспомнить, что он писал тебе? Могу вспомнить? Да конечно я могу вспомнить. Одни и те же слова каждый день. Короче, он писал... Ладно, стоп. Время вышло. До вас напряжение вообще не доходит, что ли? Не. Мы в следующий раз договоримся. Даже если 40 секунд займет. Кстати, я теперь принимаю на PayPal. И плата изменилась, кстати. Теперь 160 долларов за час. То есть можно вот так вот легко, да? Поднять плату на 10,3% когда захочется? Время вышло. Что? О, Эдди. Слава богу. Дай я обниму тебя. Блин, да че происходит? Зачем вынесли двери? Какого хера с ключак не поднял? Ты спрашиваешь, какого хера происходит? Бля... Куп, пожалуйста, пригляди за моей рыбкой. Можешь забрать себе. Спасибо. Помни, просто щепотку корма в день не более. Я звал его Рыб, но ты можешь переименовать, как тебе хочется. Дай сюда. И если потеряется, он просто прячется за сундуком с сокровищами. Ты че, блядь, с собой решил покончить? А какого хера ты пресмертную записку оставил? Короче, мне надо было подумать, прежде чем остынет. И это в день, когда твой брат покончил с собой? Ты представляешь, что могло бы быть с твоей матерью? Знаю. Поэтому и не могу это сделать. Черт возьми, Эд. Это полный пиздец. Ты написал три страницы и две из них про свою рыбу. Да, мне надо было больше смысла вложить в него. Может быть, это какое-то проклятие Хемингуэя, я имею в виду отец, брат. Да заткнись ты уже в самом деле, не хочу слушать это дерьмо. Если они покончили с собой, значит и тебе надо теперь. Слушай, ну сейчас все нормально. Простите, пацаны, что он напугал вас. Ха. Ты, главное, ему оставил записку, а мне нет. Я думал, он тебе ее просто прочтет, а почему бы нам обоим не оставить? Блядь, и ты туда же. Это предсмертная записка, а не гребаная открытка. Присмотреть за рыбкой. Я же присматривал за ней раньше. Хелл, послушай, я был немного подавлен тогда. Последние два года вообще хреновую выдались. И у меня просто сил не хватило бы написать две записки. А че, на компе нельзя было набрать в Word, распечатать две копии, да отправить по почте? Гораздо проще, чем от руки писать, как мне кажется. Да блин, мог конечно, но... Я же знаю, что ты читать не особо любишь. Но я сто процентов бы пробежался глазами хотя бы. Я согласен, да. Чувак, да пойми же ты, блин. Это че, мои часы? Оу. Да, блин. Извини. Просто думал вещь, которая бы напоминала о тебе, если бы ты умер. Знаешь... Тем более, ты не оставил мне даже предсмертной записки. Прости, хорошо. Пацаны, простите. Ну, все же есть луч надежды, и вся эта хрень заставила задумываться, что мне надо вернуть Кендру. Че? Как? Ты че, придурок, она тебе изменила? Не, не, это все из-за меня. Я просто заслужил ее из них. Я неправильно относился к ней, был самодовольным. Вообще нельзя обвинять ее за все, что она сделала. Да с чего же? Ты спалил, что она спит с Кайлом, тебя это взбесило, он получил должность главного по продаже вместо тебя, тебя понесло, ты превысил торговые лимиты, прогорел, тебя арестовали, и потом ты в наручниках на главной странице Трибюн. Триб? Погоди, Трибюн? Да во всех газетах писали. Да я в курсе, да, ты был в Трибюн? Ну послушайте, пацаны, главное, что когда я был с Кендрой, все было просто офигенно. Когда она ушла, все покатилось вниз, поэтому я и хочу сделать все, чтобы вернуть ее. Что за чертовщина тут творится? А, я ключи забыл просто. Здравствуйте, Мэксон. Здравствуй, Куб. Да, здрасте, миссис Пул. Еще раз, примите сожаление о Джеффри, что он не живой больше. Ты че несешь вообще? Да все нормально, Хэлл. Никто никогда не знает, что сказать, когда кто-то умирает. Люди вокруг творят фигню и чушь несут. Но, с другой стороны, люди очень милые. Вот, например, леди с кофейней внизу дала мне бесплатный кофе. Честная сделка. Потеряй сына, получи кофе. Ну, я бы не сказал, что прям честная. Максим, мы, однако, пойдем... Че ты несешь вообще? Как дела? Все отлично. Как, блин, нахрен еще может быть? Я и так вся стрессовала по поводу продажи компаний. Тут еще и это. Тогда, может быть, и не будем пока продавать? Так, слушай, я пришла не обсуждать сейчас тракторный бизнес. Пара вещей. Первое. Тебе надо поехать забрать машину Джеффа со штрафстоянки. Ну, ладно. Я объяснила им, почему она была брошена на мосту. Потому что Джефф не спрыгнул с него, и они любезно дали мне десятипроцентную посмертную скидку. Поэтому его смерть обойдется нам не в 230, а в 210 долларов. Вот тут адрес, и сдача можешь оставить себе. Не такие уж и любезные. Десять процентов – это 207 долларов. Вот только умниче сейчас не надо. Мне очень нужно, чтобы ты спустился вниз со мной и настроил мне радиомашины. Что? Зачем? Я просто масло тут меняла, и они там что-то сделали, и все сбилось. Теперь нет моих радиостанций. Ну все, понял, ага. Я припарковалась у входа прямо. Пойдем. Я сейчас пять сек в туалет заскочу, ты иди пока. Исправительная колония. Исправительная колония. Боже мой. Мам! Мам, дай ключи свои. Так вот почему твой брат покончил с собой. Отвечай мне! Из-за этого твой брат убил себя! Я… я… не знаю. Сколько у тебя их там? Их сотни, в них написано одно и то же. Привет, братишка, сегодня опять изнасиловали. Спасибо за все. Привет, братишка, сегодня опять изнасиловали. Спасибо за все. Мам, ну хватит. Да хватит, мам, остановись! Почему он говорит спасибо за все? Почему он это говорит? Я тот, кто его сдал. Что? Это был единственный выход, ма. Ты его сдал, полиция! Я не знал, что он дилер, понимаешь? Какого хера ты это сделал? Я… я не думал, ма! Я не знал, я думал… Стой, 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 прекрати! Я думал, он получит пару месяцев, мам! Я не знал, я не знал! Сейчас, эпизод четвертый. Увидимся в десять, Эду. Как так, ты не рассказывал нам? Вряд ли стоит мне этим гордиться. Чёрт! Получать каждый божий день эти письма? Твою мать! В день, когда ты выходишь из тюрьмы… Он такой, наверное… Я наконец-то свободен. Но в мыслях, походу, он думал, что не выйдет. И… Он… Он спрыгнул. С крыши, да. С моста. Ты знал? А что не сказал мне? Потому что это не твое дело. И тем более, ты бы разболтал по всему городу. Я не болтаю. С каких пор я болтаю? Кому счёт отдать? Мне давайте. Его брат спрыгнул с моста. Здрасте. Здрасте. Добрый день. Вы Эд? Ну да, я… Я Джун Хо. Джун Хо? Верно. Я просто хотел сказать, что мне очень жаль твоего брата, Джеффо. Спасибо. А вы с Джеффри были друзья или… Однажды. Да. И как вы познакомились друг с другом? Мы бизнесом занимались вместе. В принципе, это и привело меня сюда. Знаешь, твой брат был должен мне немножко денег, и у нас был договор, что когда он выйдет, он вернёт долг, но… Конечно же, ты знаешь. Сожалей о Джеффо. Да, кстати, Джун Хо. Мы называли его Джеффри. В любом случае, с тех пор, с тех пор, как он больше не может расплатиться, боюсь, это придётся сделать тебе. Мне? Ты серьёзно? Слушай, не, его долги и его проблемы. Ну, это с одной точки зрения. С другой, в семьях принято отвечать друг за друга во что бы то ни стало. Что? Смотри, семь лет назад твой брат занял у меня 23 тысячи. С учётом процентов и пени сейчас он должен мне 86 тысяч долларов, что означает, что ты должен мне 86 тысяч долларов. Окей, он должен был 23 тысячи долларов семь лет назад, и сейчас он должен 86 тысяч долларов? Примерно 39% годовых. Это довольно много. Но я думаю, ты разбираешься в школьной математике. Но это уличная математика. Да, но в любой математике я всё ещё тебе ничего не должен. И тем более у меня нет таких денег. Слушай, ну ты с виду очень хороший человек, сечёшь в расчётах, и я не жестокий человек! Твою мать, слышь? Ты чё творишь? Обычно я не жестокий человек, но когда люди не воспринимают меня всерьёз, я немного выхожу из себя. От иди, блядь, от меня! Это просто салфетка, окей? О, вау, мне очень жаль. Ещё кое-что есть, о чём тебе нужно знать. Я злобный. Твою мать! Блядь, прекрати это делать! Блядь, господи! Иди уже, блядь, отсюда! Убирайся нахер! На самом деле я уже собирался. Давай, иди! Но мы вечером увидимся сегодня, потому что вот что произойдёт. Мы встретимся. В десять часов. В кафешке Раунд Пал. И ты добросовестно принесёшь мне пять косарей для начала. И я дам тебе две недели, чтобы ты нашёл остальной восемьдесят один косарь, который твой брат Джеффу, и теперь уже ты, всё ещё должны мне. Увидимся в десять, Эдоу. Заполните форму, ставьте крейсер в квадратике и можете забирать. Мой второй аппарат ИВЛ. На сиськи пялишься? Да нет, 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 я просто... У вас это... Футболка... Хочешь собачья, ты пялишься на мои сиськи? Совсем нет, я не пялился никуда. Так, всё, Шерри, прекращай давать. Не слушайте её, она очень сложный человек. О, вы забираетесь с Клейд четвёртого года? Да. Очень жаль вашего брата. Спасибо. У нас обычно такое раз в пару лет бывает. Это всегда тяжёлая ноша. Ты знаешь, что самое интересное? Есть два типа тех, кто прыгает. Одни прыгают с одной стороны, другие с другой стороны моста. Да, я понимаю, о чём вы. Те, кто прыгают с северной стороны лицом к городу, их можно отговорить примерно на 75%. Но тех, кто прыгает с другой стороны, спиной к городу, их редко получается отговорить. Как будто они отворачиваются от всех людей таким образом. А вы случаем не знаете, с какой стороны? От города. От города. Мы Aus времени…. Отários. Я лечусь. Оно unle Okeл Эп в большинстве. Сила сейчас. Библиотека New World представляет. Сила сейчас. Я мало придаю значения прошлому и редко думаю о нем. Однако я хочу коротко рассказать вам, как я стал духовным учителем и как эта книга появилась на свет. Ну давай, Склифосовский. Примерно до 30 лет я жил в состоянии постоянной тревоги в перемешку с периодами суицидальной депрессии. Сейчас это как будто я говорю о некоем прошлом совсем другого человека. Вы никогда не обретете себя, копаясь в своем прошлом. Вы обретете себя, живя настоящим. Вот что поистине ценно. Время не имеет ценности, потому что это иллюзия. То, что вам дорого, это не само время, а то, что находится вне этого времени. Сейчас. Чем больше вы акцентируетесь на прошлом и будущем, тем больше вы пропускаете момент сейчас. Самое ценное. Конец пятого диска. Эй! Вы что тут еще делаете? Все нормально? Да, я просто... Ну да, все хорошо. Знаешь, кстати, у моего сына группа играет сегодня в баре неподалеку. Может, желаешь сходить? О, я... Сразу предупреждаю, звук может быть говно, но мамам скидка на пиво в полцены. Да не, я благодарю за приглашение. Но, к сожалению, у меня встреча там с одним человеком. Хорошо, хорошо. Но все равно спасибо. Не за что. А во сколько они начинают? Сейчас. Да и похер, почему бы и нет? Перевод и озвучка Джаки Дабб. Эй, мистер Пул! Здорово, мужик. А ты чего здесь делаешь? Я работаю тут? Ты? Но ты же еще и на заводе работаешь, да? Да, конечно. Беру парочку смен здесь. Так, ради подработки. Конечно. Кстати, чувак, спасибо, что пришел на похорон. Маме было очень приятно тогда. Ну, конечно же, конечно. Мне что-нибудь налить вам? Да, ты... Кувшин Бада, пожалуйста. Хорошо. И мой сын выступает сегодня, так что в полцены... А, погоди, давай я започу. Не-не, я беру. Да ладно тебе, не нужно, правда, не стоит. Я в курсе, что не стоит, но я хочу. Все нормально. Спасибо. Ради бога, ты можешь оторваться от этой штуки? Убирай домой. Да, и извини, просто тут кое-что проверим. С этим миром ничего не случится, если ты не будешь проверять что-то каждые 10 минут, поверь мне. Мы сядем здесь. Спасибо. Слушай, ну, эти ребята, они исполняют чертовски хорошо. Почему ты так проник? Я про звук говорила, а группа-то крутая. Погоди-ка, мне кажется, я знаю эту песню. Кто ее поет? Они поют. Это его. Да ты что, это его песня? Да, у него хорошо получается. Но могло бы быть и лучше. Он ушел после 9 класса и такой мне... Мам, все, не хочу учиться, я музыкант. Я тогда такая... Ну, окей, раз ты спец, давай, но я от тебя не отстану. В смысле... Я его будила каждое божье утро. Потому что если решил стать музыкантом, то давай старайся. Я имею в виду, Каунт и Краус, не достигли бы таких высот, спя до обеда. Я, честно говоря, вообще ничего не слышал про них. Спали ли они там до обеда или нет. Эй, Кэп, ты что? Ты что здесь делаешь? Эй, Факи, ты только глянь кого принесло. Это же наш босс. Я в курсе, я видел. Вы знаете, очень, очень приятно видеть вас здесь, мистер Пул. Эд, зови меня просто Эд. Знаком? О, парни, познакомьтесь, это Сара. Сара, это... Факи и... Ну да, на заводе куча людей работает. Сложно порой запомниться. Джо и Марк. А, да, Джо и Марк. Я помню, на самом деле. Вылетел. Давай всем по шоту текилы, я плачу. О, да. Но спасибо, конечно, Джо, но я шота не буду. Если вы хотите, то ради бога. Я Марк. Я Джо. Ну да, давайте тогда, окей, погнали. Сейчас, эпизод пятый, принесите мне от него кусок. Понимаешь, это вот настоящий олдскул. Так, как должно быть. Не то, что... Не то, что всякая съедобная хрень, понимаешь? Не-не, чувак, мне на работу. Может быть, потом. Блин, а ты во сколько вообще заканчиваешь? Давай. В 2.30? В 2.30? И как ты вообще потом? В смысле? Ну, в смысле, тебе же на завод вроде бы к 7 часов утра. Да, чувак, мне хватает пару часов поспать, и я в норме. У меня просто мелкие дома, я о них забочусь, а не о сне. Эй, Кэп. Секрет умеешь хранить? Давай. Писать хочу. На, держи. Окей, никому не расскажу. Пойду, помогу ему тоже. Поможешь? Да, думаю, он сам справится. Ты его не знаешь, как я. Увидимся. Давай, ага. Будешь еще? Не, я буду все. Да, меня уже тоже так, нормально. Я прям себя сейчас очень хорошо чувствую. С этими парнями, походу, очень весело на работе. Да, слушай, это так. Так это была твоя мечта прямо с детства? Управлять тракторным заводом? Я? Да нет, господи, нет. Я на самом деле не управляю ей. Я просто там работаю. Я такой же, как эти парни. Так чем ты занимаешься? Что я там делаю? Я... Ну, это... Встречи провожу иногда. Че, правда? Да уж. Я там уже полтора года работаю, и я не знаю, как ответить даже. Так почему ты все еще там? Ладно, короче. Ты не смотрела этот сериал? Нет. Я мало смотрю телек. Типа, зачем смотреть на ненастоящих людей, когда можно выйти на улицу и общаться с реальными? Как ты, например. Короче, он сейчас опять будет петь. Пойдем. Ха, не зимой придурок. Чёртов рак. Почему всегда страдают такие милые животные? Вот я про это и говорю, чувак. Одно дело у них листы там, или они травятся желудями. Ну, блин, рак-то зачем? А у этой альпаки имя было? Альпака... Альпака Чина. Прикинь. Имя, да? Угарное. Погоди, это та альпака-тренер из фильма «Каждое воскресенье»? Да, с кучей других мужиков. В воскресенье? Он был в куче гораздо лучших фильмов. Такие разные близнецы. Однажды в Голливуде. Кстати, Брэд Питт. Чё с ним? Не различает лица. В смысле? Но у него болезнь какая-то. Он не различает их. Бедный Брэд Питт. Мало того, что родился стариком, ещё и молодеет с каждым годом. Кстати, о чём я говорил до этого вообще? Эй, капитан. Море волнуется. Волнуется? Ну, пора бы в порт уже. А чё уже? Ага. Ты же не за рулём уже? Если не настаиваешь, то нет. Да, не-не-не-не-не. Я тебе уберу вызову, окей? Давай. Ты чё так заботишься об этом? Так ты ж наш босс. Да ладно, какой босс? Я твой Кент. Ты мне тоже. Можешь звать меня Факи. Да. Да. Он не пришёл. Не. Чизо кидалово. Что-нибудь ещё? Да не-не-не. Всё отлично. Вы были правы насчёт пирога. Он очень вкусный. Принесите мне от него кусок. Перевод и озвучка Джаки Дабб. Так, ты теперь живёшь типа сейчас. Сейчас. Да. Хорошо. А чё это, блядь, значит? Это значит, я больше не цепляюсь за прошлое. За то, что я сделал с братом, и как это возможно отразится на будущем моей семьи. Понимаешь? Вместо этого я буду жить сейчас. Никакого прошлого, будущего. Только текущий момент. У меня дядя, так помню, говорил. Правда? У него Альцгеймер был. Иди нахер. Слушай, я серьёзно. Я хочу меняться. Так ты это узнал из подкаста Эдгара Толла? Экхарда Толли. И это аудиокнига. Он крутой немец и гений просто. А в чём он гений? Окей, ну, во-первых, он первым, кстати, понял, что голос внутри тебя — это не совсем ты. Ты — тот, кто слушает этот голос. Так, у тебя теперь и голоса в башке? Да они у всех есть. Их сотни. Типа, сделай это, не делай то, подрочи, не дрочи, посиди на левой руке, занемей ты, и так подрочи, стейк взять или просто салат. Всю дорогу, чувак. Слушай, ну я имел в виду вот что. Чё за херню ты несёшь вообще? Блин, да, ладно, вот смотри. Например, один голос хочет, чтобы я постоянно опаздывал. И он просто выносит мозг, сидит и ноет, душнит. И я понимаю, что больше не хочу его слушать, потому что он не я. Я — тот, кого он заставляет опаздывать. Вау. Ну, раз ты не прислушиваешься к голосам, к кому ты тогда прислушиваешься? Ну так к слушателю. Ты прислушиваешься к слушателю? Да нет-нет-нет, тебе не надо прислушиваться даже. Это ты слушатель. Единственный, на кого нужно обратить внимание. Ну блин, ну у слушателя гораздо сильнее инстинкты, чем у говорящих. А они грёбаные идиоты. В натуре так и есть. Я понял, короче. У меня куча этих голосов в башке. Даже кажется порой, что один из них педик. Да? Когда выпьет только. Но когда выпьет, он мега педик. Да-да, согласен. Сейчас эпизод шестой. Ни прошлого, ни будущего, только текущий момент. Вот, держи чай с мёдом. Спасибо. Не за что. Спасибо, что встретилась со мной. Очень мило с твоей стороны. Ну, я в курсе, что у тебя сейчас тяжёлые времена. Так, как ты? Да всё здорово. Я нормально. Так и живёшь с мамой? Да не-не-не, я уже большой мальчик. Есть одно местечко в Снайдер Билдинг. О, это очень хорошее место. Можешь позволить себе? Мама платит. Но я ей отдам с процентами. Твоя мама просит проценты? Да просто выражение такое. Что ж, молодец. Кен, прости за похороны. Не стоило мне делать так. Да всё нормально. Я совершил огромную ошибку. Да всё норм. Кайл не сердится. Да я не про это сейчас. Я ошибся, когда дал тебе уйти. И сейчас я хочу попросить твоего прощения за измену. Моё прощение? Но это же я тебе изменила. Всё так, но это была моя вина на самом деле. Я просто немножко напутал с формулой. Формулой? Ну да, ты же знаешь теорему Пифагора. Ну да, А в квадрате плюс Б в квадрате. Равно вот С в квадрате, всё верно. Это вот именно то, что у нас произошло. А это, ну типа, я дурак. Плюс Б это тоже я, но грёбаный зануда. Равно С это измена. Но это была полностью моя вина. Поэтому с тебя взятки гладкие даже не спорь с этим. Вау, об этом есть какой-то смысл. Да, поэтому я прошу простить меня. Ты вообще в курсе, что я и Кайл помолвлены уже? Да ладно тебе. Я понимаю, что мой уход к Кайлу повлиял на твою работу и вообще привёл к этой ситуации. Как там у тебя дела? У тебя всё ещё условное? Да не, уже давно нет. Нет, я выплатил штраф и подзабил на жизнь чутка. Ну, сейчас всё нормально уже. Кен, ты же единственная, о ком я по-настоящему заботился. Но я знаю тебя, Эд. Ты постоянно чем-то заморочен. У тебя это в подкорке сидит. И когда мы опять будем спорить о чём-нибудь, ты всегда будешь тыкать в то, что я была... С моим заклятым врагом Кайлом, да. Но это больше не я, поверь. У меня теперь нету этой шизы. Я теперь главный. Точнее, даже не главный. Я выше этого. Я прямо здесь. Короче, помнишь, мы ездили в Нью-Йорк посмотреть Гамильтона? Конечно. И помнишь, как его жена ему простила всё дерьмо, что он натворил? Так вот, я его жена, а ты... Гамильтон... Погоди. Гамильтон был с проститутками, будучи женатым. Я переспала с твоим коллегой. Заклятым врагом. Погоди, но ты же сказал, что моей вины нет. Это ты напутал с формулой? Да, всё так абсолютно, но это так и есть. Ну, это как девчонки Мэнсона, понимаешь? Я уверен, их заставляли это делать, но они же это делали. Вау, теперь я девчонка Мэнсона. Погоди, но самое красивое... Короче... Стой, 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 ну давай назад, ты скорее лучше Гамильтон, он был гений и придумал всю эту финансовую систему. Ты же очень умная. Знаешь, я так и знала, что ты так и будешь продолжать. Хватит. Что продолжать? Я не понимаю, в чём ты. Эдвард, мне нужно, чтобы завтра ты был в офисе в 12.30. У нас встреча с людьми из ТИСКО. У меня обед в это время. Чё мне там делать вообще? Потому что если они нас скупят, мне нужна твоя подпись. Артур говорит, нужна подпись обоих членов семьи. Обсудить детали, да? Я всегда рада. Здрасте, извините, опоздал. Продолжайте, пожалуйста, пожалуйста. Эйприл Беккер? Привет, Эд. А ты что здесь делаешь? Ну, мой отец подумывает приобрести вашу компанию. И так как я дочь-серой юрист, я должна быть уверена, что вы с мамой его не облатошите. О, да, мистер Беккер, Эд Пул. Да, я помню тебя, Эд. Помню, ты шпонцом закидывал яйцами наш дом на Хэллоуэр. Да, простите. Глупые детские поступки. Я просто хотел понравиться Эйприл. Отличная стратегия, ага. Впечатлеть, закидывая яйцами? Скорее, зля ее отца. Кстати, Эйприл, ты выглядишь очень корпоративно, отлично просто. Блин, ты же юрист. Да. Неудивительно даже, ты всегда была лучше всех. Ты даже вроде выдвигалась совет старост от нашего класса? Даже близко не было. Ну, я бы точно за тебя проголосовал. Что ж, на самом деле нам надо идти уже. Что ж, было очень приятно поговорить об этом. А нам вдвойне приятно. Эйприл вам скинет договор купли-продажи, и после всех бумажных составлений, я думаю, к концу месяца мы все завершим. Рад тебя видеть. Я тоже. Пока. Было очень приятно. Спасибо тебе видеть, Эйприл. Ждем, не дождемся вновь. Приятного пути. Эй, здорово. Как там с Кендрой? Так как я живу сейчас, Кендра испытывает некоторые проблемы с преодолением прошлого. И говорит о нем постоянно. И я, кстати, прикинь, тут встречался с гребанной Эйприл Беккер. Встречался с Эйприл Беккер? Беккер два этажа? Да ну нахер. Эд, как она сейчас выглядит? Слушай, ну ты бы заценил. И ты ее пригласил? Да зачем? В смысле? Я же сказал, я хочу вернуть Кендрю обратно. Погоди, ты же заливал нам про это свое будущее, прошлое. Слушай, Эйприл девушка из прошлого. Ну а теперь-то нет. Она в настоящем. Слышишь, что? Сейчас прямо просит тебя это сделать. Тем более это Беккер два этажа, Эдди. Да не-не-не-не, я не могу. Это деловые отношения. Пригласи ее на бизнес-ланч. Че лупишься? Разве она не согласится на такой расклад? Кто, я? Да нет, извините, ни в коем случае. Че, вы ебываешься? В смысле, кто? Да стойте! Что вы делаете? Кто там? Слышь, Эд, говори в телефон прямо, мы не слышим тебя. Ты прерываешься. Кстати, кто придумал два этажа? Я придумал. Окей, а что это значит вообще? Ну что, у нее сиськи большие? А, понятно. Ну смотри, два этажа значит, что у нее одна титька выше другой, или просто два ряда титик. Черт возьми. Слушай, так и есть. Да. Вот, блин, поэтому никто и не понимал. Черт возьми, ее надо было назвать верхний этаж. Какого хера, блядь? Пальцы растопырь, блядь. В смысле пальцы? Пальцы растопырил, сейчас же. Хорошо, хорошо, только скажите, что ты делал. Я не понимаю, что происходит. Эдди, с тобой все нормально? Джун Хо хочет своих денег, и не заставляй нас приходить вновь. В следующий раз будет не так весело, как сейчас. И это клятва на мизинчике. Эд! Эд! Блядь, пацаны, помогите мне! Сейчас. Эпизод седьмой. Почему этот лед воняет? Как там ты, Эд? Чувак, башка едет, я умираю, нахер. Ты не умираешь, слышь, мы будем там через восемь минут. Нет, нет, пальцы так долго не могут без кислорода. Не-не-не, это ты про рыб, пальцам не нужен кислород, им нужна кровь. По времени чуть дольше, но все будет в порядке, слышь. Твою мать, он весь в какой-то грязи испачканной, ему походу пиздец уже. Прекрати, ничего с ним не станет. Приедем, его там промоют и обратно пришьют. Смотри, вон там, ветеринарная больница, давай туда. Ага, ты что собрался яйца резать? Мы едем в человеческую больницу, где они знают, как пришивать пальцы твоей мать. Бля, его надо срочно положить в лед. Точняк, по пути сейчас пивнуха убили, там есть лед. Успокойся, Эдди, и просто дыши, окей? Просто продолжай дышать. Держи руку выше груди. Что? Братан, зайди ты, там написано без одежды не заходить. Ты, бля, что ли, не сказал, что у нас тут человек при смерти? Да я еще не заходил ведь там. А я что, уже при смерти, что ли? Бля, сейчас же зайди в этот гребаный паб. Принеси лед. Я что, умираю уже, да? Да нет, 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 ты не умрешь от того, что пальца не стало. Что, блядь, вообще случилось? Какие-то мужики, их было двое, они просто накинулись вдруг. Какие мужики? Кто? Блядь, да походу драг-дилеры, которым мой брат денег должен. Слушай, у меня есть пацаны в отделе, мы их нахер сегодня же накроем, Эдди. Не-не-не, не надо копов, пожалуйста. Моя мама, она пытается продать компанию, это опять, блядь, во всех новостях будет. Сделка сорвется, пожалуйста, без этого хорошо. Черт, блядь. Вот, клади палец сюда, смотри. Вы мне подержать стакан, тебе? Не, давай я сам. Держись, Эдди, мы уже подъезжаем, совсем скоро. Блядь, а почему этот лед так воняет? Хелл, почему этот лед воняет так? Короче, я пытался заказать водку с альдом, но бармен отказался меня обслуживать без рубашки. Я ему сказал, что чувак тут истыкает кровью, как ты сказал. Какого хера ты заказывал водку? Я просил обычный лед. Да, да, я просто подумал, водка убьет там все бактерии на пальце, но этот гребаный бармен, блин, ну вообще плевать было. Это что, свежитель для писсуара? Похоже, да, это он. Блядь, мой мизинец в обосы на льду. Я забыл просто предупредить. Ты что, совсем сдурелся, твое? Окей, ты, ну ты же не пил оттуда, да? Конечно, блядь, не пил, мой палец там лежит. Ну и нормально все, моча, она безвезда, она стерильная, чувак. Блядь. Ты положил его мизинец в сан. Ну у нас же ЧП, блядь, с тобой не так, а? Я не хотел так делать. Это не был изначальный план, просто пришло в голову. Здорово, пацаны. Чувак, эй, чё они там делали с тобой? Сутки почти прошли уже. Да, блин, я думал, ты выкатил там. Да, но пришить палец оказалось не так просто, их там 10 человек стояло, пришивали этого засранца. Так всё, его пришили? Ну да. Вроде пришили. Я имею в виду, будет жить? Да, не знаю пока, посмотрим. Мне сказали, через неделю видно будет, возможно, вообще шевелиться не будет. Боже мой. И чё, его оставить можно, даже если умрёт совсем? Нахрена его оставлять? Ну, выступать там в театре теней, например. Так, чё они сказали в итоге тебе? Можешь идти? Как вообще самочувствие? Да, слушай, в принципе, неплохо. Они накачали меня бейсболами всякими. Я там попёл с медсёстрами даже. И вообще, я позвонил и договорился сегодня вечером встретиться на бизнес-ужин с самой Эйприл-два этажа Беккер. Оу, теперь она, кстати, верхний этаж Беккер. Да. Не, так ты же говорил... Ну, мы просто обсудили всё, я был неправ, и теперь она... Верхний этаж Беккер. Да, кстати, вот твоя толстовка. Круто, спасибо, чувак. А так хотел её обратно. В этом-то и смысл, когда ты что-то выкидываешь в мусор, вот ты просто-напросто избавляешься от лишнего, вот и всё. Ну да, согласна. Я сто лет уже хотела сюда сходить. Классно, что ты заказал столик. Да, но на самом деле нет. В смысле? Ты сказал ведь, что заказал столик. Нет, я сказал, что решу что-нибудь. Да, но в итоге что? Я не заказывал столик, но я решу этот вопрос сейчас. О чём ты говоришь вообще? В это место хрен попадёшь просто так. Я в курсе, но я в эти игры уже не играю. Какие игры? Ну эти, с заказами. Смотри, делать заказ значит жить в будущем. А я стараюсь делать вещи, будучи живущим. Сейчас. Хорошо, но... Ведь заказ будет в итоге на момент сейчас. Если ты в прошлом это сделала, то да. Чё-то не пойму. Хорошо, ладно. Помнишь, как меня все называли раньше, чувак, всё идёт по плану? Нет. Я раньше всё делал заранее, по плану. И, к моему сожалению, жизнь моя пошла не так, как запланировал. Теперь я, чувак, всё идёт не по грёбанному плану. Короче, жди, я сейчас схожу и договорюсь. Поверь мне. Вечер добр? Здрасте. Мне бы столик на двоих. Ваше имя? Ну, у меня нет брони. О, мне очень жаль, сэр. Мы работаем только по бронированию. Да я в курсе, но мы можем как-нибудь договориться. Мы не против, в принципе, подождать у бара или что-то типа того. У нас все места заняты сегодня. Отлично, поэтому вы бы могли мне помочь в таком случае? Извините, сэр, но я ничем не могу, к сожалению, вам помочь. У нас абсолютно нет места. Да, мне всё понятно, я в курсе. Вы когда-нибудь слышали об Экхарте Толли? Нет, и он тоже не сядет за стол без бронирования? Да нет, я не пытаюсь тут бросаться именами, нет. Я просто призываю вас к человечности. Понимаете, я сейчас просто пытаюсь жить в моменте сейчас. Ну, типа быть более спонтанным, плыть по течению, дать возможность жизни вести тебя, куда она захочет. Да, это интересно. Вот именно, да. Но жить в моменте сейчас предполагает не делать каких-либо планов, поэтому я и не бронировал стол, если вы понимаете. Конечно. Да, вот и я о чём в итоге. Если вы поддерживаете идею жизни сейчас, то я, в принципе, ищу понимающих людей, и вы очень даже на них похожи. Так и есть. Ладно, ухожу. Да, короче, ты была права. Хм, понятно. Короче, я чувствую, что моя новая жизненная философия барахлит маленько ещё, поэтому могу сильно ошибаться порой. Хотя вон там точно не ошибусь. Пару кварталов отсюда есть местечко, никаких столиков заказывать не надо, и там офигенно, вкусно. Дашь ещё один шанс. Может быть. Не могу поверить, что ем эту гадость. Так ты живёшь сейчас, сейчас. Круто же, да? Глянь только. Какой вид, блин. Ты только приглядись. Ещё и при красивой луне. За облаками. И лёгкий бриз этот. Ещё эти хот-доги и лимонад. Блин, разве не нравится? Чё они туда кладут вообще? На самом деле классно. Гораздо лучше, чем сидеть в душном ресторане. На свежем воздухе, среди людей. Гоните бабки, сейчас же. Эй, 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 ты что, серьёзно? Очень, блядь, серьёзно. Ладно, хорошо. Ты теперь. Стой, у меня вообще налички нет. Чушь не гони. Ларёк с едой не принимает карту. Я заплатила. Она за тебя платит? Короче, вот, возьми мою дебетовую кредитку, пожалуйста. Нахер, слышь, хочешь, чтобы я засветилась с копом под камерами? Да? Гони наличку. Думаешь, я тупая, что ли? Нет, совсем. Я просто думаю, ты запуталась. Да пошёл ты. Слушай, ну, у меня так же было, окей? Дерьмовое прошлое, без будущего. Я понимаю это. То, через что ты прошла. Но всё, что у нас есть, это сейчас, понимаешь? Это ты, я, Эйприл. Тебе не надо вообще этого делать. Просто иди дальше. Больше ничего не надо, хорошо? Просто прими всё как есть. Как ты не стыблять? О, чёрт. О, чёрт, твою мать, Эйприл. Блин, а тут всё в крови. Помогите, помогите. Вызовите 911. Перевод и озвучка Джаки Даб. Эй, кто проснулся? Хорошие новости. Ты жива? Да пошёл ты, Эд. Принимается. Как чувствуешь себя? Пошёл ты. Нормально. Что ж, опыта пресмертного у тебя точно никогда не было, иначе бы было гораздо счастливее сейчас. Уходи. Да, всё хорошо, хорошо, говори. Мистер Бейкер, здрасте. Кажется, она уже приходит в себя. Ты какого хрена здесь делаешь? Пришёл попроведывать Эйприл? Убирайся. Кто я? Сейчас же. Вы же в курсе, что не я её пырнул? Убирайся нахер, блядь. Ладно, хорошо, хорошо. Сейчас. Эпизод восьмой. Хорошие новости. Ты жива. Так с ней всё в порядке? С ней всё хорошо, да. Но не отлично, конечно, ведь её ножом пырнули. Но доктор сказал, кишка немного задета. Кишка задета? Ну да, но слегка ведь. И она сможет теперь срать нормально? Ну, я думаю, первый раз будет больновато, но, блин, конечно же сможет. Доктор сказал, там небольшой порез, как будто после бритья, только на кишечнике. Тебя тоже порезали? Да нет, это ещё давно мусор выносил. Долгая история. Неважно. О! Эй, Кэм! Ман, это Марк и Факи! Привет, Марк и Факи. Извините, прерыв закончен. Идите дальше. Ты понимаешь, что сделка мертва теперь? Да нет, не совсем. О, боже мой. Конечно же, да. Нет, нет. Хорошо, блин, можно подумать, что я мертва. Но всё же нормально, мам. Ты же не хочешь продавать это место. Ты же любишь его. Я никогда не говорила, что хочу продать компанию. Я вынуждена это сделать. Я не говорила, что мы банкротимся. Да ладно, рынок ещё вернётся. И рабочие, и наши ведь от нас зависят, мам. Да эти придурки найдут себе работу. Вот нам скоро труба. Но это же не так. Я знаю, что будет, если компанию продать. Первое, что сделает Роджер Беккер, половину уволят, и парням станет тяжко. Мы те, кому станет тяжко. Ты не понимаешь? У нас нет денег. Как мне это понять, если ты мне ничего не рассказываешь? Не рассказываю тебе, потому что это очень депрессивно. Но пора просыпаться уже. Наш бизнес умирает. Блин, я даже не знал этого. Все всё покупают онлайн. Никто по магазинам не ходит теперь. Даже с загрёбанными тракторами. Всё это крупные торговые игры и интернет. Я не успела сесть в этот поезд. Десять лет назад я бы продала компанию вдвое дороже, чем сейчас. Через пять лет ничего не будет стоить. Если продать сейчас, то хотя бы тебе останется что-нибудь на свою жизнь. Мам, ну не надо обо мне волноваться. У меня всё нормально, правда. Гораздо лучше, чем прежде, до этого. Ты с ума сошёл? Что значит не волноваться? Я твоя мать! Я люблю тебя, блядь! Понял? Ты всё, что у меня есть. Всё ещё думаю, что ты можешь кончить, как твой брат, как твой отец, или просто будешь побираться ходить. Да не важно совсем, как я закончу. Главное, как я закончу сегодня, пойми. И сегодня я счастлив. Сегодня ты счастлив? Вполне, да. Чушь! А в чём в этом мире ты можешь быть счастлив? Она права. Я имею в виду, кого я обманываю. Я потерял работу мечты. Любовь всей жизни выходит замуж за другого через неделю. Как я могу быть счастлив, когда всё моё счастье, по сути, потеряно? Не говоря уже про то, что брат с моста спрыгнул. Вы что, переписываетесь? Не. Я тут всякое важное дерьмо рассказываю, а вы откровенно сидите и переписываетесь с кем-то? Да нет, я заметки пишу. Заметки? То есть я сейчас возьму ваш телефон, и там открыты заметки будут? И написаны тезисы всего, что я сказал? Эд, если ты не веришь в мне, то чем тебе помочь? Хороший вопрос. Давайте телефон. Вот ты опять же беспокоишься не о тех вещах. Ты пытаешься найти радость в дорогостоящих вещах. Некоим выпендрёжем. Моя подруга, моя работа, моя машина. Это не так работает. Важны мелкие удовольствия жизни. Крошечные моменты. Они кажутся неважными, но каждый из них и вместе, они создают что-то, что поднимает тебя. Как будто по лестнице. Это мелкие вещи. Типа как... йогурт? Думаю, я не об этом говорил. Я имею в виду, замороженный йогурт раньше доставлял мне. Ну, это счастье. Правда. Как? Ну, это раньше было. Типа, когда... Когда я всю начинку съедал, я бывало ловил некую такую молочную депрессию. И как же? Ты справлялся с этой депрессией. Вы разве не... Короче, когда ешь замороженный йогурт, становится грустно, потому что начинка закончилась и остаются эти лишь сливки только. И ты такой как бы... Да блин, это смешно всё. Что смешно? Вы и это всё. Типа, ищи мелкие вещи, не думай о дорогих вещах. Так как разговор про этот грёбанный йогурт поможет мне? А ты когда-нибудь думал про одёнки? Про что? Ты жил всю жизнь, любя лишь начинку. Но затем... Её не стало. И ты застрял... В своей грязи. В своём йогурте. В своих сливках. В своём Вьетнаме. Что, если ты... Поменяешь... Начинку... С тем, что на дне? То есть, когда ты дошёл до места... Что тебя ждёт? Начинка. Начинка вкуснее любой вещи, которую бы ты ни представил. Одёнки. Одёнки. Ладно, Окей, мне надо идти. Срочно. Куда направляешься? Обратно в свою грязь. Ты хорошо поработал сегодня. Поблагодари себя. Очень сильно. Не забыть. Зарегистрировать на себя термин «одёнки». По всему миру. Вау. Ты выглядишь потрясающе. Эд. Какого чёрта ты здесь делаешь? Просто мимо шёл. Решил поболтать. Что, с твоей рукой? Да, мизинец. Всё нормально. Терпимо. Как ты узнал, где я? Ты просто запостила в инсту своё платье недавно. Ну и о чём ты хотел поговорить-то? О, боже мой. Кендра Эллисон Кларк. Ты выйдешь за меня? Перевод и озвучка Джаки Дабб. Ты же понимаешь, что происходит сейчас? Ты примеряешь сейчас. Своё платье к своей свадьбе не на тебе через шесть дней. Да, я поздравляю тебя, если всё же желаешь этого. Да, я желаю. Я тоже желаю. Как будто мы только что поженились. Прекрати. Хорошо, смотри. Ты можешь быть счастлива с Кайлом или быть очень несчастлива с ней. Счастлива. Ну, кто его знает. Просто я хочу, чтобы ты объективно подумала, стоит ли это делать. Мы можем об этом не здесь говорить? Окей. Сейчас. Эпизод девятый. Сумасшедший, но в хорошем смысле. Это ненормально, понимаешь? Кайлу это очень не понравится. Значит, он не подходит тебе. Я бы нормально к этому отнесся. Когда кто-то хочет разрушить вашу помолвку? Если бы так нужно было бы, то да, я был бы рад за вас двоих. Слушай, мне очень жаль. Джеффри. Очень сильно жаль. Я знаю. Ты его очень любил. И как это плохо на тебя влияет. Я же говорю тебе, я больше не старый я. Я теперь другой. Мой с Кайлом девиз по жизни — будь жестко честен. Что ж, честно говоря, это очень жесткий девиз. Я имею в виду, у нас был очень веселый. Нет, не был. Ты был постоянно на грани депрессии. Да нет, не был. Я просто думал. Я просто в раздумьях был постоянно. Потому что ты постоянно думал только о плохом. Да, хорошо, но ведь это плохое дерьмо случалось лишь со мной. У меня просто не было инструмента, как все наладить. А теперь я понимаю, что сейчас я изменился. Люди не меняются, Эд. Я вот никогда таких людей не встречала. Дэвид Берклинс. А с ним-то что? Застрелил десяток людей, а теперь проповедует заключенным. Люди могут меняться. Я рада за тебя. Эд, серьезно. И я не хочу ничего, кроме того, чтобы мы остались просто друзьями. Нет, не нужна мне эта френд-зона. Как ты себе это представляешь? Ты думала вообще об этом? Привет, Эд, парень, которого ты бросила ради своего мужа. Как дела твои? Хочешь где-нибудь перекусить? Конечно. Отличная идея. Давай сходим поедим рыбы, и я мужа своего позову. Звучит очень мило. Возьмите с собой еще детей, которые должны были быть от меня. Не могу. Прости, не могу так. Ну, прости, Кен. Давай, может, потом это обсудим. Хочу поблагодарить за то, что согласились на встречу. Я не соглашался на встречу. Вы хотели прийти на прием, но я сказал, что не беру новых пациентов, но вы все равно объявились. Что ж, ничего страшного. Все равно ценю, что у вас есть для меня время. Я не планировал на вас время. Я обедаю сейчас. В свой тихий час. Хм. Что поделаешь. Вот они мы. Вот они вы. Слушайте, доктор, я волнуюсь за своего ребенка. Что ж, вы очень сильно похожи. И через многое прошли. Я хочу просто предложить вам думать о себе в первую очередь. Ну, там. Прогуляться немного. Сходить в поход. Принять ванну вместо душа. Ванну? Вы предлагаете гребаную ванну принять? После того, что случилось с моим мужем и с Джеффри и, возможно, теперь с последним сыном? А что, если бы у вас такое было в семье? Что, если бы это произошло и у вас остался лишь один ребенок? Что бы вы делали, доктор? У вас нет договоренности со мной и у меня ее нет с вами. У меня осталось вот пол сэндвича здесь. Вы можете ближе к сути? О, Господи. Я просто хочу понять, что творится у моего сына в голове. Хочу узнать, почему он ведет себя так нелогично. Что я могу сделать и что вы мне можете рассказать? Вы должны понять, что я не имею права разглашать то, о чем мы общаемся с вашим сыном. Но я его мать! Что, если я вам пообещаю, что ваше разглашение информации о моем сыне будет абсолютно секретным? Да я бы вашу мать! Просто скажите, мой сын сумасшедший? Это уничижительный термин. Да никакой не учижительный! Мой сын сумасшедший или нет? Немного сумасшедший. Но в хорошем смысле. А вы можете подтвердить это в суде? У вас денег не хватит. Или хватит? Ну типа Кендра считает Кайла начинающим квотербэком после трех предсезонных игр. И типа шансов у меня нет. Но у тебя же был шанс. Чувак, ты был квотербэком годами. И никогда в плей-офф даже не выходил. У меня просто не было напарников. Чего? У меня не было орудия, чтобы соревноваться. Твоя игра была просто отстой. Ну хорошо, у меня теперь есть наступательный координатор Экхард Толли. Тренер Толли, это твой Фергюсон. Он тебя к кольцу так же подведет? Кольцо, чувак, точно. Вот в чем я облажался. Мне надо было ей кольцо подарить. Что? Кольцо, чтобы показать, что все серьезно. Она просто не выкупает этого. Думает, что все это в спешке. Вот тут уже точно все выглядит так нелепо. Давай просто представим, что ты сделал предложение, и каким-то образом она сказала «да». А как выглядеть будет свидетель тогда? Ну, наверное... Ну, ты знаешь... Я не знаю, не в курсе. Вот и спрашиваю. Ну, я думаю, моим свидетелем бы стал... мой брат. А что, если у него не получится? Хэл, я в курсе, что Джеффри умер. И это скорее символический жест. Ну да. Да и неважно на самом деле, ведь кольцо сколько оно там? Пять косарей стоит. Я должен пять косарей этому придурку за долг Джеффу. Поэтому... А не думал у мамы попросить денег? Не, она постоянно говорит о том, что нет денег, и нервничает из-за спада этого. Не хочу ее нагружать этим. Могу одолжить тебе, червонец. Ну, одолжить. У тебя что, есть 10 тысяч долларов? Не у меня, нет. Но медведи сегодня играют на домашнем поле с крутым коэффициентом. Медведи дома, при такой погоде, покажут лучшую игру за последние 6 лет, я вам говорю. Ты разве не завязался ставками? Ведь ты ж был в сообществе анонимных игроков, потому что ты хреновый игрок. Не совсем так. Правда? Я завязался ставками, так как проигрывал больше, чем выигрывал. Оу. Поэтому это с виду кажется, что ты плохой игрок, хотя на самом деле нет. Но даже вернувшись в ставки, ты обещал не ставить более 20 баксов? Да, но до тех пор, пока не было такой важности. Ведь это ж очень важно, очевидно. Значит, у тебя есть букмекер? Ага. Который возьмет 10 тысяч на ставку от безработного типа? Хорошо, но смотри, Куб, не все такие, как ты, которые судят людей по их рабочему статусу, окей? Он букмекер? Да, но он хороший букмекер. Оу. И даже его костоломы, которые выбивают его долги, тоже приятные люди. Все идет по нисходящей. Ну реально, он иногда интересуется, как дети. Какие еще дети? Я всем букмекерам говорю, что у меня дети, чтобы они подумали перед тем, как меня калечить. В общем, нет, нет, я не могу дать тебе сделать ставку. Но если мы не получим бабки, ты еще одного пальца лишишься. То есть, как еще нам деньги эти найти? Нет, блин, я не заставляю тебя, ты ж подсядешь опять. Да он наркоман. Приятные коллекторы. Наркоман, который только что поставил червонец на медведей. Стой, погоди, ты уже поставил? До чего техника дошла? Нет, нет. Итак, матч в 7.20. Встречаемся у меня ровно в 7. Да нет, от меня это все, я серьезно. Вдруг ты проиграешь? Слушай, дружище, ты ведь мне говоришь постоянно, что если... Это про будущее. А надо жить сейчас. И прямо сейчас, я уверен, мы выиграем. Так что, медведи вперед. Медведи вперед. Не знаю, куда он поперся, но я бы его переехал там. Ставка на медведей. 10 тысяч долларов. Хел. Перевод и озвучка Джаки Дабб. И затем ты бросаешь мяч. В смысле, что значит бросаешь? Кидаешь прямо на позиции, можно просто снизу. Медведи, 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 медведи. Эй, да ладно вам. Пить Микелоп? Валите отсюда. В смысле? Пить Микелоп во время матча медведей? Плохая примета, надо пить бат. Да мы постоянно его пьем, когда играют капс. Бат, медведи, Микелоп, капс, Молсон, ястребы. Вы же, блядь, в курсе, вы че? Убираем это нахрен. Ты че реально думаешь, пиво определяют, выиграют медведи или нет? Я не думаю, окей? Я знаю, сто пудов. Нам надо повторить точь-в-точь, как было в начале сезона медведей, когда моя ставка сыграла. Так что, Эд, ты по-любому сходил в толчок, а ты, Куб, ты был дома. У вас был секс в годовщину с Джули, так? Я не помню, что ходил в туалет. Нет, ты помнишь, потому что мы были в баре, ты прибухнул и пошел в туалет посрать. Да, но я выходил воздухом подышать. Ну тогда иди дыши. Слышь, я не здесь выходил, а в том баре тогда. Раз выходил, значит выходи. Не, 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 это жить в прошлом, а я так не делаю больше. Настало новое время, прямо сейчас. Хорошо, абсолютно все по сути. В прошлом жить не хочешь. Но разве ты ставку выиграть не хочешь? Сейчас. Вот засранец. Да? Куб, иди домой, трахайся с женой. Эд, выходи. Хел, заканчивай давай, окей? Просто включи долбанный матч и давай смотреть. И что, бада у тебя нет? Нет, чувак, так-то это ваша задача была. Смотри, без пива, как смотреть футбол вообще? А ты не хочешь пить то, что мы принесли. Да. Но, Хильда, у нее в холодосе есть пиво. Хильда? Да, соседка сверху. Старуха та еще. Сейчас в больничке. А я за котами ее смотрю. Так у тебя наверху живет старушка с пивом в холодильнике? Да, бухает она люто. С лестницы падает громко, поэтому и в больнице. А она в курсе, что ты тыришь ее пиво? Я за ее котами смотрю, понятно? Не делай из этого преступления. И кстати, в толчке у нее мягкий стульчак с подогревом, так что, залетайте, если что. Мягкой посадки вам. А ты-то куда? К Хильде? Опробовать толчок? Так, ты услышал про мягкий стульчак, и тут же решил его опробовать? Всегда мечтал. Слышал, Эд? О моем толчке мечтают все, чувак? Абсолютно все. Сейчас, эпизод 10, мы должны пить бат. Как так он не удержал? Как так, блять, он не удержал? Да, он не удержал, чувак. Я хочу так-то бабки выиграть для Эда. Да ладно тебе, успокойся, сейчас нужно принимать все так, как есть. Хорошо это или плохо. И вроде как-то это не штрафная ситуация, так что, живем еще? Да ну тебя, блин. Хел, мы на 3 очка отстаем. Вторая попытка на 20 ярдах, мы в отличной форме. Вторая попытка на 20, Каролина отдает назад. О, он бросает. Да, блять, нахера ты кидаешь? Нахрена кидать? Стой, погоди, погоди, может ты из-за бутылок? У нас тут раз были банки же, верно? И мы наливали их в стаканы? О, черт, Эдди прав. Давай быстрее. Вот, вот, держи. Да блин, чушь какая-то. Просто наливай, давай. У медведей будет попытка. У Каролины сейчас просто время выйдет, не о чем беспокоиться. Каролина выбивает мяч, но нет, прорыв. Давай, давай. О, нет, нет, нет. Черт возьми, куб, все из-за тебя. С чего бы это? С чего бы это? Я же говорил, тебе надо было с женой долбиться. Разве сложно было? Слушай, эти оба, идите в жопу. Блять, снаружи, а тебе надо было идти домой, с женой переспать. Да, блять, прекращай это, хел. Это нужно было сделать, просто взять и потрахаться. Потому что она бросила меня. Какой блок, ужасная ошибка медведей. И это все, друзья, матч закончен. Медведям уже не догнать их после такого тачдауна. Стой, не надо, останься. Может, они не засчитают? И Каролина уверенно проходит дальше. Куб, мне очень жаль, слышишь? Я не хотел об этом говорить, Хел. Я тоже не знал. Потому что я никому не говорил. Черт. С другой стороны, она ушла и оставила мне свадебное кольцо, так что ты можешь его взять. Черт возьми. Вот что ты не сказал про это свадебное кольцо 4 часа назад, до того, как я ставку делал? Я бы кучу бабок сохранил. Так, и куда Джули с детьми уехала? Перевезла к родителям. Теперь тут привожу в порядок, чтобы продать потом. И к тебе переехать. Оу, да, блин, ну конечно, как захочешь, в любое время. Да я угораю просто. Вау, ни хера себе какой конский вибратор. Если хочешь, забирай. Ладно, но я просто не знаю, для чего он... Кольцо, Эд. А, ну да. Ты точно уверен? Да, чувак, просто бери и все. Я облажался, Эд. Я просто пиздец, как облажался. Облажался с Джулией, с детьми, моими малышками. Как я мог вообще так с ними? Ну, я думаю, не во всем твоя вина. Я изменил. А, ну да. Слушай, ну такие вещи не происходят просто так. Возможно, проблемы какие-то были. Да нет. У всех есть проблемы, но у нас ничего особенного. И я все просрал с какой-то телкой на практике в Сан-Диего. Ее муж прознал и все сказал Джули. И вся жизнь к черту разрушена. Потому что я идиот, блядь. Ну, ты же хочешь ее вернуть? Конечно. Так и что ты делаешь ради этого? Я пытаюсь. Да, я стараюсь. Ну, какой смысл? Я сделал это. Она никогда не простит теперь. Слушай, я не буду сейчас надоедать своим дерьмом про сейчас, но Экхард говорит, что какой бы опыт жизни не давался, он полезен для эволюции твоего сознания. блядь, а че это значит вообще? Я сам ни хера не пойму. Но в моем понимании это, что мы все в дерьме. И важно, что ты вынесешь из этого. Да. Алло? Эдол? Нет. Ты не ври мне там, слышь? О, Эд. Да, да, я Эд. А с кем я говорю? Это твой приятель? Джун Хо? Джун Хо? Эй, здорово, как оно? Превосходно. Спешу напомнить, что у нас встреча через часок примерно. И ты же придешь, верно? Конечно же. Хорошо. Ведь ты же не хочешь встретиться со здоровячком моего друга? Ты же принесешь все, о чем я просил, даже? Конечно, да. Клево, клево. Хорошо, но у меня тут пока пара делишек еще. Я припоздаю на пару минут. Но в остальном все как договаривались. Хорошо. Скоро увидимся, Эдол. Пока. Как дела, Хэлли? Чувак, а ты что тут вообще делаешь прям лично? Здоровяйка, сегодня выходной. Оу. Эм, я в курсе, что во вторник надо платить. Мне бы еще чутка времени побольше. А, а, ну ладно, ну ладно, Без балды. Но мне бы сейчас просто косарик не помешал бы. Ну, знаешь, для уверенности. Да, но просто сейчас даже косарь, думаю, будет сложновато найти пока. Я вот как раз за обучение детишек отдал, поэтому... Детишек? Да ладно. Перевод и озвучка Джаки Дабб. Знаешь что? Чему тебя первому научили в детском саду? Будь щедрым. Неправильно! Не спорь! На деньги! Обычно здоровяк и его друг это делают, но твое безделье в этот раз уже переходит все границы. Ставить такие бабки, зная, что не сможешь отдать их? У тебя даже косаря нет! Ты че, блядь? Знаешь, как это называется? Обычно говорят дай мне шанс! Ладно, чувак, может как-нибудь решим это? Хе! Как видишь, уже решаем! Сейчас! Эпизод 11-ый! Будь щедрым! Неважно, какие плохие вещи случаются с вами, в них таится поучительный урок, который вы можете не сразу заметить. Какого хера? водительское свидетельство, пожалуйста. В курсе, почему остановил вас? Нет. Правда? То есть вы не в курсе, что проехали знак стоп только что? Я останавливалась? А я уверен, что нет. Может, я один всего пропустила? Его нельзя пропустить, мэм. Большой, красный, восьмиугольный, с огромной надписью стоп. Мне очень жаль, у меня ужасный день сегодня. Послушайте, если я признаю свое вино и сильно извинюсь, вы, может, меня отпустите тогда? Не могу так. И вы даже не признали это? Но я признаю это сейчас. Пожалуйста. Мне хотелось бы вам помочь, но вы понимаете, что это опасно? Вы могли навредить кому-либо или даже себе. Вы не можете взять и нарушать правила. Хорошо. Тогда в таком случае я могу взять у вас кое-что другое. Эй, да ладно. Терпи, ты ж мужик. Ты в курсе? Я гораздо добрее к тебе, чем с твоим дружком. Эдоу. Что? Ты знаешь Эдо? Да. Мы отличные друзья. Я видел, вы обедаете вместе. С виду очень приличные люди. И так хочется, чтобы вы платили вовремя. О, чёрт. Чёрт возьми. Кажется, я чуть описался от смеха. Господи, Хэл. Ты же понимаешь, что ты делаешь с собой сейчас. Ты же в курсе, я просто бизнесмен. Обычно я... О, чёрт. У меня... Походу, сердечный приступ. Ты чё за дурака меня держишь, что ли? Блядь. Блядь. Кока-кола много выпил, или... Кажись... Ты серьёзно, что ли? О, чувак. Ты, походу, переборщил со своей штукой для носа, или чё? Вызови скорую! Чего? Нахера мне это? Ты меня сейчас чуть не убил тут. Я не убивал тебя. Я просто пиздюлей давал. Оу. Ну, если бы я всех убивал, то кто бы мне деньги отдавал тогда? Пожалуйста, друг, прошу. Да пошёл ты, слышь. Это карма тебе. Мгновенная карма, как говорится. Пожалуйста, Хэл. Не хочу умирать. Ладно, хорошо. Да, давай просто помоги. Сделай доброе дело. Как насчёт этого? Забываем про 10 кусков? И я вызываю скорую. Иди в жопу, понял? Окей. Блин, ладно, ладно, ладно. Я дам тебе 3 года. Без процентов. Хорошо. И для Эда те же условия. Да пошёл, Эд, пошёл он. Хм? Хорошо. Тогда не звоню. О, ладно. Хорошо, у него будет 2 года. Да пошёл ты, слышь. Хреновая сделка. 3 года, как мне, так и Эду. Ну, сейчас, блядь, ага. Разбежался, блядь. 3 года для себя, 2 для Эда. Моё последнее слово. Хорошо. Ладно, ладно, блядь. Хэл, ты здесь? Мне помощь нужна твоя. О, чёрт, простите, ребята, зайду попозже. Эй, Эд, иди сюда. Мой букмекер умирает, у него приступ. Что? Да, блядь, это же Джун Хо. Это он мне палец отцарафанил. Я в курсе, слышь, мир тесен. И чё, чё, чё теперь с ним делать? Я вызвал скорую, они уже едут, я дую в него уже минут 10, и не выходит ничего. Да, блядь, нужен массаж сердца. Блядь, оживай, блядь, чёртов ублюдок. Хочу понять вот чё. Вы двое спасли жизнь чуваку, который палец тебе отрезал, а тебя чуть не убил? Не-не-не, он объяснил, что не убивать пришёл, просто навешать пизделей немного. Иначе кто бы ему должен был? Вы всё ещё ему куча бабок торчите? Ну да, но мне получилось с ним договориться о хороших условиях. Ты договорился с ним? О да. Так и о чём? У меня есть целых 3 года. Без процентов. Целых 3 года? О да. У меня даже с тачкой легче было. Правда? Где? Ты чё серьёзно? Вы ему, блядь, жизнь спасли, и он даёт вам теперь краткосрочный, типа, кредит? Ну не, совсем нам, только лишь мне, но для Эда он дал кредит на 2 года. Ты чё, издеваешься, что ли? Ты почему не заставил его простить все долги? Послушаю, у меня тогда не было рычагов давления никаких. Я имею ввиду, он там лежал и умирал. Да ты вообще знаешь, что такое рычаги? Да блин, это вообще твоя вина была. Как ты это понял? Потому что до этого я просто смотрел на него и говорил, да пошёл ты, сдохни, ублюдок. Но затем я сделал то, о чём ты говорил, типа, каким бы ублюдком он ни был в прошлом, и что бы он там ни сделал со мной в будущем, всё, о чём я думал, что прямо здесь, в этот самый момент, он просто тип, которому надо помочь. и я помог ему. Хорошо. Я думаю, два года всё лучше, чем ничего. Всё нормально. Прости, чувак, я думал, что умею торговаться. Да всё норм, ты молодец. У меня, кстати, сегодня тоже был момент сейчас. Я остановил очень привлекательную девушку, которая пролетела знак стоп. Как история про жаркую тёлочку схожа со спасением чьей-либо жизни. Дай-то расскажу. Короче, она пыталась всяко отмазаться от штрафа по типу «Эй, жеребец, это не единственное правило, которое я возьму и нарушу». Это нагло очень. Вообще, к чему это сказано? Она сказала взять у меня. Типа, кроме того, я могу ещё и у тебя взять, если хочешь. А, ну неплохо, теперь ясно. Так и что ты сделал? А ты что думаешь? Я выписал ей штраф. После того, как она взяла? Нет. Хэл, нет, я не стал это делать. Я просто штрафанул. Вот как отказ от Минета вяжется жизнью сейчас? Мне кажется, это как раз для тех, кто не живёт сейчас. Потому что я не грёбаный ублюдочный коп, Хэл. Я ей выписываю штраф, а она пристально таращится на меня. И я такой про себя. Этот мир в полной жопе. Но я был в меньшей жопе, когда у меня была жена. Поэтому я сел в тачку, набрал Джули и был максимально честен. Сказал, что я облажался и что мне стыдно. И что я всё бы сделал, чтобы она вернулась. И что она сказала подумает. Это уже что-то. Да, хоть что-то. Оу, дайте мне минутку. Я горжусь вами, пацаны, окей? Привет, мам. Эдвард, прямо сейчас же приезжай в офис. Блин, что, зачем? Роджер Беккер звонил. Не знаю, что-то с Эйприл не так. О, чёрт. Перевод и озвучка Джаки Даб. Господи, мам, что случилось? Мистер Беккер? Знаете, я очень сильно сожалею. Я не знаю, что сказать. Это просто ужасно. Спасибо большое тебе. Когда Эйприл ранили, им пришлось вскрыть и прооперировать её рваную кишку. Я думал, это всего лишь прокол. И когда они это сделали, они обнаружили злокачественную опухоль на второй стадии. Чего? И они бы её не нашли, пока она не начала бы расти. Было бы поздно. Так это... хорошие новости. Ты спас мою дочь. Ты герой, Эд. Блин, ну... Я не знал об этом. Я просто парень, у которого подругу пырнули. Каждый бы так сделал. Ты готов опять работать на бирже? Мам, ну мы много раз это обсуждали уже. Эй, ты говоришь про пожизненный запрет? У меня есть друзья в Чикаго, влиятельные люди. Я попрошу, и они вступятся за тебя. Разве это не чудесно? Ну что ж, я пошёл проведаю свою дочь. Да, Роджер. И мы увидимся завтра с вами двоими на подписании. Что? На подписании? Да, заключение сделки. Уже всё, да? На сто процентов. И всё? Готово уже? Абсолютно. Осталось только уволить всех. О, я провожу тебя, Роджер. Сейчас. Эпизод двенадцатый. Это всего лишь прокол. Мам. Мам, о ком он говорит, осталось уволить лишь всех? О всех. О всех? Ну не всех, только тех, кто делает тракторы. Так это же все! Ну нет, люди в офисах останутся. И Артур. Мам, ты обещала, что никого не будут увольнять. Я не обещала тебе, я сказала, что вряд ли. Но я ошибалась. Ну что, ты никогда не ошибался? Это, это неправильно, они хорошие люди, им нужна эта работа. Роджер не намерен платить вимкинтам в Болику и Лёлику за тракторы, когда и не надо их строить совсем. А какого хрена он тогда покупает тракторный бизнес, не строя тракторы? Он будет импортировать запчасти и продавать их со скидкой. Он этим и занимается, поставкой запчастей. Мы продаем в сборке. Точнее, продавали. Нет, надо с этим что-то делать. Эд, оставь это в покое. Это неизбежно. Некоторые тут уже десятилетиями работают. Как ты объяснишь им? Не я буду, а Артур. Артур? Он скажет всем в конце дня. Ему не привыкать увольнять. Блядь, да это ужасно же. Он же бессердечный ублюдок. А кому это под силу еще? Ты точно уверен в этом, Мэтт? Я как бы не против. Но если так выходит, то я должен сам это сделать. Отлично. Я думаю, это разумно очень. Это нелегко. Все эти увольнения... Да замолчи ты уже. Ты одно скажи только. Мне нужны все отчеты. Все, что есть по финансам. Да, конечно. А зачем тебе все это? Если я уж собрался сказать, что они уволены, мне надо хотя бы объяснить им почему. Эй, привет, привет. Отчет за месяц, Артур. Спасибо. Эй, Джо. Джо. Я не знаю, что ты там услышал. Суть уловил. Сейчас просто... Фигня всякая творится. Фигня творится. Да. А у меня дети еще. Я знаю. Прошу прощения. Благодарю всех, что собрались на это собрание. Наша компания существует уже немалых 64 года. Да всем похеру вообще. Вы всех нас уволите. Вы в своем уме там. Да, меня и послали сюда, чтобы сказать вам, что моя семья продает компанию. И, к сожалению, ваши услуги нам больше не понадобятся, Вот козлы! Че, яиц нет совсем? Слушайте, я сейчас все объясню. Эй, 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 дайте человеку сказать. Слушайте, сейчас и ежу понятно, что не лучшее время пришло для тракторного бизнеса. Со всем уважением, капитан. Но для нас не самое время уходить из тракторного бизнеса. Да, я знаю. Слушайте, я изучил все бумаги, и цифры реально не врут. Расходы выросли на 31,43% за два года, а производительность ниже на 21,44%. Не хочу грузить вас цифрами. И в моем понимании продуктивность упала, потому что мы вам мало платим. Да ты прям Шерлок. И поэтому я хотел предложить поднять зарплату на 14,68% всем вам. и на пять лет мы это зафиксируем. Да, было бы здорово. А в чем подвох? Нет никакого подвоха. Просто хочу попросить всех, кто сможет, бросьте подработки на стороне. Просто все силы эти посвятите работе. А мы уж позаботимся о вас. Я рад платить вам больше. Я реально верю, что если поднять жопы, то мы горы свернем ими. И еще я создам премиальную структуру от дохода. Если мы в плюсе, то и вы в плюсе. Вы в плюсе. Вот так вот, блядь. Красава, Кэп. Дай пять. Спасибо тебе. Да ладно ты кого. Это отличный план. Прежде чем хвалиться этим, Эдвард, скажи, зачем это абсурдное выступление вчера без моего ведома? Я знал, что ты его поддержишь, но на это времени просто не было. Если спасать компанию, то надо действовать сейчас. Ты должна мне поверить. Все получится. Это в интересах всех. И ты тоже должен мне довериться. То, что я сейчас делаю, в твоих интересах тоже. Что это, мам? Что происходит? Все будет хорошо, Эдвард. Тебе нужно немного помочь. Эй, вы что? Нахрена мне не нужна помощь, блядь? Артур, скажи ей, у нее нет права так делать. У нее нет, но у твоего психиатра да. Он направил тебя на трехдневное лечение. В смысле? Вы издеваетесь, блядь? Сума же сошли, что ли? Отпустите меня сейчас! Перевод и озвучка Джаки Дабб. Психиатрическая больница. Не надо. Не надо. Не надо звонок. Не надо звонок. Алло? Доброе утро, сыночка. Это мамуля. Не надо. Не надо звонок. Не надо звонок. Не надо звонок. Прошу. Не надо звонок. Не надо звонок. Ладно, ладно, я понял. Что? Что? Просто хочу узнать, как дела у тебя. Как ты думаешь, у меня дела? Ты запихала меня в дурдом против моей воли, когда будущая жена выходит замуж? Их уже так не называют, дорогой. Больным так не нравится. Это психиатрическая лечебница. Тебе поначалу будет очень неприятно, но это ради твоего же блага. Чушь собачья! Ты это делаешь, чтобы вычеркнуть меня из семейного дела, чтобы полностью управлять всеми делами компании, как тебе, блядь, взбрендит. Ну да, все так, но это ради твоего же блага. Ты мне еще спасибо скажешь потом. Боже мой, вытащи меня отсюда! Сейчас же, мам, прошу! Ты же знаешь, что я не могу, пока не состоится сделка. И ты ведешь себя нерационально, дорогой. Зарплаты повышаешь, пятилетки ставишь. Что это вообще? Да я никогда более рациональным не был за всю жизнь. Я наоборот задумался о других людях, не только о себе. Поэтому и я задумалась о тебе. Знаешь что, мам, я всегда старался защитить тебя. Сильнее, чем ты думаешь, но с меня хватит. Ты вообще думала, почему твой муж и сын решили покончить с собой? Так нечестно. Есть куча причин. К тому же, это наследственное. И ты в курсе этого? Да, может быть, так все и есть. И не все так сложно на самом деле. Мам, прости, я не это имел в виду. Это не мамуля, это водитель лимузина. Хэл? О, да. Ну что, кукушка, вылетай из своего гнезда, я за забором тут стою. Эй, ты! Куда пошел? Стой! А ну стой! Стой, Эдди! Эдди, не беги! Эдди, стой! Эдди, ну на что ты надеялся? Сейчас, эпизод тринадцатый. Оденки. Эдди, ну ты соберись уже, в своем уме. Ты же здесь как в тюрьме. Ты разве не в курсе, что все звонки тут прослушиваются? Хорошо, но вы же в курсе, что это просто клише одиноких мам. Но вырастить дочь была моей главной задачей в жизни. Я была в ужасе, когда она съехала. Я же вырастила ее, научила быть взрослой и добиваться всего. Не то, чтобы она хотела выбрать необычную профессию. Но когда она съехала, я рыдала, не вставая, семнадцать дней. Привет! Привет! Как дела? Я сумасшедший! И мне кажется, я поняла впервые в жизни, что я... Ааа, хорошо, что это такое? Что это такое? Мы уже обсуждали это, перебивать нельзя. Да, да, да. Ну вот он, он да. Почему он тут с нами? Взгляните, он очень опасен. Он выглядит опасно. С ним страшно даже находиться в одной комнате сейчас. Как так? Он не опасен. У меня кроме дочери никого не было. Сара? Сара! Сара! Нельзя так кричать, сэр! Сара! Хватит орать! Джерри! Джерри! Эд? Хватит орать! Привет! Я не думал, что ты здесь. За что ты тут? За убийством. В смысле, правда? Нет, я шучу. Работаю тут. А как же штрафстоянка? Ну, там основная. Тут я волонтер. А, ну это очень смело. А что насчет тебя, Эд? Что с тобой творится? Да, все вроде нормально. Че, правда? А, ты про это? Нет, я просто хотел сбежать. А так все нормально. Всего три дня посижу тут и все. Понятно. Слушай, тут пожрать можно что-нибудь? Может, покормишь меня? Жрать охота просто. Ты, ты разве не забыл йогурт сначала положить туда? В смысле? Ну, йогурт. А, нет. Мой психиатр, он предложил мне есть оденки. Типа, ты сначала кладешь начинку на дно, затем сверху йогурт, и еще потом сверху начинки побольше. Вау. Но он не глуп. Да, нет, он чертов ублюдок. Но теперь я хотя бы не расстраиваюсь, когда ем мороженый йогурт, потому что на дне меня ждут конфетки. Так вот, теперь я волнуюсь не за себя, а за него. Да тебе не стоит беспокоиться. У него группа просто шикарная, честное слово. Я тогда проперся просто на выступлении. И если они прорвутся в итоге, я даже не удивлюсь этому. Правда? Ты разбираешься? Совсем нет. Так тебе все же кажется, что три дня тут будет достаточно для себя? В смысле? Ты о чем? Просто ты же многое пережил за последнее время. Твой брат и все такое. Может быть, подольше останешься? Ну, я не могу. Моя девушка собирается выйти замуж за другого. И ты все еще называешь ее своей девушкой? Ну, блин, да, это отстой, не надо так. Но все же, кроме этого, я еще пытаюсь делать такую штуку, как жить сейчас. Но здесь это не выходит. А почему нет? Потому что тут нету этого сейчас. Да почему же? Есть. Сейчас оно там, где ты есть. Ну да, в принципе, но это не то сейчас, что я ищу. Да тебе не надо его искать, оно постоянно здесь. Ну, я понимаю, да, да, но я ищу другое, другое сейчас. Ты мне сказал точно-точно так же, когда мы познакомились. Когда я такое говорил? Ты сказал, что работаешь в тракторной компании, но ничего там не делаешь, потому что ждешь чего-то. Тракторная компания была твоим сейчас. Так, ты всегда живешь сейчас теперь? Ты разбираешься неплохо. Но тебе надо послушать этого типа Экхарта. У него аудиокниги есть. Экхарт Толли. Да, точно. Ты его знаешь? Ну, конечно. Это я оставила тот Сиди в твоей машине. Так. Погоди, так это ты положила? Да. Когда я буксировала машину твоего брата от моста, я оставила его на переднем сидении. Для тебя. Ну, не специально для тебя. Ведь я тебя не знала тогда. Для того, кто будет ее потом забирать. Когда это суицид, я так делаю. А зачем? Я не знаю. Наверное, потому что я постоянно пытаюсь быть лучшей. И эти Сиди мне очень помогают. Если бы мой любимый человек покончил с собой, я, походу, постоянно жила бы в прошлом. И думала, как бы мне надо было поступить, чтобы ему помочь тогда. И Экхарт говорит, что ответ кроется не в прошлом, а в настоящем. В итоге Сиди помогли тебе? Ну, как бы я прикован коляске и ем замороженный йогурт с тобой в дурдоме. Так что да, я думаю, да. Очень помогли. Спасибо. О чем он, блядь, думал? Какие нахер повышения зарплат? Да это ничего не значит. Роджер, она права. Это не имеет значения. Контракты с рабочими не подписаны еще, поэтому никаких надбавок. Но он же был управляющим компанией тогда, когда делал такие заявления. Они скажут, это было устное соглашение. Именно поэтому Мэксин признала его чокнутым, чтобы избежать последствий. Мой сын не чокнутый. Ему просто сейчас нелегко. Ой, да не обманывай себя, Мэксин. Эд просто конченый фрик. Мы будем доказывать в суде, что Эд был психически нездоров, когда делал это заявление. И теперь он не в состоянии выполнять свои обязанности в качестве управляющего компанией. Ну да, это сойдет вполне. Нет, я не дам такое сказать про Эда в суде. Что? Что он больной. Слушай, да мне насрать, что ты хочешь. Ты это сделаешь, если желаешь продать нам свою компанию. Перевод и озвучка Джаки Дабб. Ты че здесь забыл? Ты мой пациент. Знаешь че, ты уволен уже. Только твоя мать может меня уволить, она ведь платит. Ты гребаный предатель, как ты мог ввязаться в это все? Было не сложно. Ведь однажды ты хотел покончить с собой, но твой брат тебя опередил. Кроме того, грабительнице, которая бы мог просто дать 20 баксов, ты начал читать лекцию, и она пырнула твою девушку в живот. Она просто задела чуть-чуть, и вообще все отлично кончилось для нее в итоге. Вот, моя любимая, ты обещал своим рабочим зарплаты и пенсии, которые позволить не сможешь. Это очень жестоко. Я не пытался быть жестоким, я хотел помочь. Да я в курсе, но я по старинке живу. Если обещаешь того, чего не сделаешь, это смертный грех. Сейчас. Эпизод 14. Не сейчас. Вы самый ужасный психиатр всех времен, я серьезно сейчас. Вы просто Жозе Мауринио среди самых хреновых мозгоправов в истории. Ведь каждый раз после вас я еще хуже к себе отношусь. Я здесь не потому, что мама твоя так захотела. Я хочу, чтобы ты был честен с собой. Мне все равно, как ты там к себе относишься. Знаешь, у меня был паренек по типу тебя. Постоянно мрачный и несчастный. Вот такой же, как и ты. Я пытался его взбодрить. Да ты смешной, ты умный, ты вдумчивый, даже добрый. Не получилось. Только когда он ушел, я понял, что нельзя заставить людей думать о себе по-другому. Но ты можешь попытаться заставить их быть честными по отношению к себе. У тебя есть внутренний голос, который говорит тебе правду, и если послушаешь его, то ты восхитишься тем человеком, кем ты являешься на самом деле. Так у вас был всего один пациент, которому вы не помогли? Он не был пациентом. Твоя мама сказала мне, что ты перестал читать письма своего брата. А в чем смысл? Ну да, да, я понимаю. Это тяжело. Я все прочел. Я не собираюсь их читать опять. Я в курсе, что... Нет, не все. Только одно сверху. Привет, брат. Я прощаю тебя. Там дата. День, когда он вышел и прыгнул. Зачем? Я думаю, он любил тебя и не хотел, чтобы ты винил себя. Так почему он убил себя, когда уже был свободен? А почему бы просто не думать, что он любил тебя? Черт, блин. Простите, я... Все нормально? Да. И спасибо, спасибо, доктор. О, спасибо тебе. Что сравниваешь меня с Мауринью? Он же в зале славы уже. Мне сказали, вы ждете, тут стоите. Почему не зашли внутрь? Сумасшедшие что-то бесят меня. Кроме тебя. Ну, прости меня, Эдди. Да все нормально, мам. Когда ты запихала меня сюда, я был не в себе немного. Но теперь я в курсе, что ты хотела сделать только лучше для меня. Да я не жалею об этом. Местичко для тебя. Ведешь себя по-дурацки. Прости, что не верила в тебя. В те планы, что ты строил насчет компании. Адрю предметно изучил твое предложение и сказал, что расчеты неплохи. Да пошел он, конечно, они неплохи. Но не на первый год, конечно, мы немного потеряем. Да это нормально, возможно, и во второй год в плюс не выйдем. Но пятилетний план для работников. В этом будет выигрыш однозначно. Конечно. А что Роджер Беккер? Он согласен с этим? Нет. К сожалению, нет. Я его нахер послала. Ого, миссис Пул. Вы его поймели просто. Круто. Спасибо, Хэл. Вот каждой женщине будет такое слышать. Так и что, мы сохранили компанию? И рабочих. Но мне нужен ты, чтобы ими управлять. Да, конечно же. Правда? Но мне нужен будет месяц. Что? В смысле? Зачем? Я остаюсь. Эдвард, не смеши меня. Три дня закончились. Доктор сказал, что ты не сумасшедший. Поехали домой. Нет, мам. Я останусь ненадолго. Это место помогает мне разобраться кое в чем. Но Эд, а как же Кендра? Она завтра замуж выходит уже? Я в курсе, но я ее отпускаю. Я ее отпускаю. И тем более, она мне не пара. Вы же сами знаете. Это значит, ты жопу рвать не собираешься, чтобы заруинить эту свадьбу? Я решил, что нет. Не буду. Эдвард, ты мне нужен. Ты нужен компании. Да я вернусь все равно. И я буду гораздо лучше, чем сейчас. Эдвард! Ты что, серьезно что ли? Ты идешь обратно? Мне нравится здесь. Хорошие люди, приятные беседы. А мы тогда кто такие? И у них есть йогурт. Так ты ж говорил, что у тебя депор от него. Раньше был. Не сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok